ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пророк Иисус вернется. Пророк Иса, библейской традиции Иисус, мира ему, избранный посланник Аллаха, призванный указать людям путь истинной веры, так же, как и все пророки. Жизнь этого благословенного посланника была исполнена множеством чудесных знамений, коими Аллах наделил его с самого первого мига рождения и до вознесения ко Всевышнему Господу. Пророк Иса по воле Аллаха обладал даром исцеления немощных, воскрешения умерших. Но есть еще одно чудо, увидеть которое с трепетом и волнением готовится, всеистинно верующий пророк Иса вновь вернется на землю. Он сплотит всех искренне верующих людей в идейной борьбе против засилия безбожия. Он принесет людям мир и покой, благоденствие и процветание. Настанет новая эра, эра милосердия и добра. Мать пророка Праведная Марьям Праведная Марьям в библейской традиции Мария происходила из благородного и избранного Аллахом рода пророка Ибрахима в библейской традиции Авраама. Супруга Праведного Али Имрана, происходившего из этого рода, узнав о том, что она понесла в очреве ребенка, обратилась с мольбой ко Всевышнему и просила Аллаха принять ее будущее дитя в служение ему. Коран сообщает нам слова ее молитвы. «Господи, воистину я дала обет пожертвовать Тебе дитя, которое в утробе моей, освобожденным от всяких иных забот, кроме служения Тебе. Так прими же от меня, ибо воистину Ты слышащий, знающий». Новорожденная была наречена именем Марьям. Имя Марьям означает «неустанно поклоняющаяся и служащая Богу». Праведная Марьям, как и все члены ее семьи, была искренне верующей и всем сердцем преданной служению Всевышнего Господа. Праведная Марьям упоминается в Коране, как пример истинной добродетели и высокой нравственности, как образ истинной мусульманки. Аллах избрал праведную Марьям для благословенной миссии. Она была избраннейшей из женщин, носившей в чреве и родившей на свет пророка Ису. В Коране Аллах сообщает нам, что праведная Марьям, достигнув определенного возраста, покинула родительский дом и удалилась на восток, в пустынный и уединенный край. Аллах послал к ней своего ангела Джабраиля, в библейской традиции Гавриил, который сообщил праведной Марьям великую весть от Аллаха. Он, Джабраиль, сказал, — Я лишь посланник от твоего Господа, чтобы даровать тебе весть о младенце чистейшем. Она сказала, — Как может у меня родиться мальчик, коли меня не касался ни один человек, и я нераспутная и небесстыдная женщина? Джабраиль ответил ей, что Всевышний мощен сотворить все, что пожелает, ему достаточно лишь повелеть совершиться чему-либо, и оно тотчас же свершается. Так праведный Марьям, как чудесное знамение от Господа, понесла в очреве ребенка, хотя ни один человек не коснулся ее. Твой Господь изрек, — Это легко для меня, этот ребенок родиться, чтобы быть знамением и милостью людям от нас. Это уже решено. Так Марьям забеременела им Исой и удалилась с ним в безлюдное место. Рождение пророка Иса Согласно сведениям исторических летописей, пророк Иса родился в 7 или 6 году до н.э. в Палестине, в городе Вифлеем. После рождения пророка праведная Марьям вернулась к людям из пустынной обители, где она уединенно жила последнее время, неся на руках младенца. Увидев ее с младенцем на руках, некоторые из иудеев обвинили ее в грехе и распутстве, оскорбляя и позорив ее благословенный род. Но праведная Марьям не поддалась унынию и обратилась с мольбой к Господу, уповая на его милость и помощь. Аллах укрепил праведную Марьям и новорожденного пророка Ису многими чудесными знамениями. Пророк Иса, по воле Аллаха, стал говорить с людьми, еще будучи младенцем в колыбели, что вызвало величайшее удивление людей. Она показала на младенца, и они спросили, как мы можем разговаривать с детем в колыбели. Иса ответил, воистину я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. И где бы я ни был, Он сделал меня благословенным для людей, завещал мне в обязанность совершение молитвы и давать милостыню, пока я буду жив. Повелел с почтением относиться к матери моей, и Он не создал меня невнемлющим Господу Своему, лишенным Его благословения. И прибудет мир надо мной, и в день, когда я родился, и в день, когда я умру, и в день, когда буду воскрешен. Воложение в Палестине накануне рождения пророка Исы В период рождения пророка Исы Иудея находилась под властью Римской империи. Иудейская вера переживала тяжелые времена. Появилось бесчисленное количество религиозных и политических течений, каждая на свой род толковавшая божественные законы и заповедь. Люди стали следовать искаженным обычаям и верованиям, которые все более отдаляли их от истинной веры, неспосланной Всевышним Господом пророку Мусе Моисею. С другой стороны, стало все более распространяться и пропагандироваться языческая и эллинистическая культура. Некоторые иудейские общины, находящиеся под влиянием этой языческой культуры, стали отдаляться от веры в единого Господа. Иными словами, народ иудеев в период неспослания пророка Исы находился в глубоком политическом, экономическом и социальном кризисе. С одной стороны, давлело и угнетало римское языческое управление, с другой стороны, внутри самой иудейской общины все более проявлялись серьезные религиозные конфликты и разногласия. Иудеи, жившие в обстановке смуты и отсутствия единства, молили Господа о Спасителе. Аллах в ответ на молитвы верующих неспослал избранному посланнику своему пророку Исе новое Писание, которое указывало людям истинный путь и наставляло их к вере. Это священное Писание было Евангелие. Пророк Иса призывал свой народ уверовать в единого Господа. Нес им благую весть о близости Царствия Божьего, боролся с невежеством, ереси, язычеством, призывая людей отойти от грехов и злобы. Он увещевал их, разъясняя, что эта мирская жизнь есть лишь место испытания, тогда как будущее...